Зумерфельд не ограничился тем, что рассмотрел атом водорода в рамках этой самой старой квантовой теории в нерелативистском приближении, а посмотрел, что будет с учетом эффектов теории относительности. И в результате получил описание тонкой структуры энергетических уровней атома водорода. Точно так же, как мы смотрели в прошлый раз нерелативистский случай, но только там, поскольку зависимость между энергией и импульсом другая, то вот интеграл тот, который радиальный, который надо квантовать, приравнивать 2πNH, он несколько другой. Хотя на самом деле он путем неких замен сводится примерно к такому же виду, его даже считать заново, в общем-то, не надо. В результате Зумерфельд получил формулу, которую я сейчас посмотрю, потому что я хочу ее написать правильно, а наизусть я ее правильно... Эй, куда делась? Куда делась моя шпыргалка? Значит, с учетом теории относительности... Точная формула, то есть без всяких приближений, если подставить релативистскую зависимость между энергией и импульсом, то Зумерфельд получил такую формулу для энергетических уровней. Ну, ее удобно написать в виде вот такого безразмерного отношения, и равно оно такой, несколько длинной формуле. Значит, здесь будет альфа квадрат на nr плюс корень из l квадрат минус альфа квадрат. Так, это в квадрате. Это в степени минус 1 вторая и минус 1. Ну, ладно, то есть это формула, где он ничем не пренебрегал, как следует из правил квантования, так и написал. А, ну да, еще один написал, что такое альфа. Ну, альфа-то все знают, это e квадрат на hc. Эту константу как раз ввел Зумерфельд именно в этой работе. И назвал постоянной тонкой структурой, потому что она описывает тонкую структуру атома водорода. Вот если разложить, считая альфа маленьким параметром, что, в общем-то, вполне правильно, то это получится, ну ладно, я напишу примерно равно, получится минус альфа квадрат на 2n квадрат. Это обычная формула, ну вот, Бора или того же Зумерфельда в нерелитивеском приближении. А здесь будет релитивистская поправка, которая имеет вид альфа квадрат на n квадрат. n на l минус 3 четверти. И вот это самое, а, ну да, если хочется ее применять к водородоподобному иону, то это очень легко. Надо просто альфа заменить на z альфа, потому что важный параметр – это произведение зарядов электрона и ядра. То есть вместо e квадрат надо писать z e квадрат. Ну и для более тяжелых водородоподобных ионов эти релитивистские эффекты, естественно, больше. Потому что скорость, с которой электрон движется в атоме, она порядка, ну, в экце порядка альфа. Для водородоподобных ионов, соответственно, порядка z альфа. Ну и поэтому, когда в экце больше, релитивистские эффекты больше. Тут все, как бы, вполне естественно. И вот эта вот формула, она правильно описывала экспериментальные результаты по тонкой структуре спектров атома водорода. На самом деле, сейчас мы понимаем, что то, что она действительно идеально правильно описывала тонкую структуру, это результат совпадения. Поскольку тогда не было известно многих разных вещей, не было известно про спен электрона, его магнитный момент, который в тонкой структуре несомненно играет важную роль, и не была известна правильная квантовая механика. Это делалось на основе правил квантования Бора-Зоммерфельда. Но так вот получилось, что эта формула, она действительно дает правильную картину энергетических уровней. Совсем правильная формула, которую получили много позже, то есть, которая, в общем-то, следует из решения уравнения Дерака, вот здесь, вот в этом месте, содержит A делить на g плюс 1 вторая. Где g – это, ну вот, полный момент, то есть орбитальный плюс спиновый, поэтому g – величина полуцелая, g плюс 1 вторая – величина целая, начинающаяся с единицы. И L тогда, во времена Зоммерфельда, считали, что начинается с единицы, потому что L равно нулю, соответствовало бы орбите электрона, которая идет прямо через ядро. Считалось, что такого быть не может, то, что такого не может быть никогда. Ну и поэтому L считалось, что должно с единицы начинаться. Ну вот. Значит, в результате набор энергетических уровней, вот по современной теории, которая учитывает и спин, то, что g – это не L, и квантовую механику, из которой берется вот эта одна вторая, просто из, ну там, из правильного рассмотрения всего этого в квантовой механике. Получается в точности тот же набор энергетических уровней. Вот это, еще раз я говорю, это все-таки совпадение, потому что, например, если бы не учитывать спин, вот квантовую механику учитывать правильно, а спин не учитывать, то тогда в этом месте стояло бы N на L плюс одна вторая, где L по правильной квантовой механике начинается с нуля. И набор уровней получается другой, потому что тут в знаменателе стоят полуцелые числа. Вот это любопытный факт, потому что, ну, мы потом, ну, позже будем обсуждать, когда Шрёдингер изобретал свое уравнение, он сначала на самом деле изобрел релятивистское волновое уравнение, которое теперь принято называть Клейна-Гордона, иногда еще Фука добавляют. Посчитал из него спектр водорода, включая тонкую структуру, получил вот такую формулу, и на некоторое время забросил все это дело, потому что формула не соответствовала экспериментальным данным. Но потом, через какое-то время, он, к счастью, пересмотрел свое отношение к этому делу и решил, что раз, по крайней мере, в нерелятивистском предельном случае его уравнение предсказывает правильный спектр водорода, значит, в нем что-то такое хорошее есть. Ну вот, так вот, значит, Зоммерфельд получил эту формулу именно из точной, что, несомненно, не есть самый такой экономный способ. Тогда, в скорости после этого, Бор получил вот эту уже формулу для тонкой структуры атома водорода, но по теории возмущений. То есть Бор и вообще другие физики во времена развития старой квантовой теории активно использовали самые такие продвинутые методы классической аналитической механики, которые до того вообще использовались в основном только в небесной механике, и в частности, теорию возмущений классическую. И классическая теория возмущений в первом порядке этой теории возмущений, по крайней мере, на уровне таких общих слов, очень похожа на квантово-механическую теорию возмущений. То есть классическая теория возмущений, если ограничиться только первой поправкой, говорит, что если у нас, значит, есть гамильтониан классический, естественно, вида H0 плюс малая поправка H1, то в первом порядке по этой поправке надо что сделать? Надо посчитать фазовые траектории нашей системы с гамильтонианом H0, а потом усреднить вот эту поправку по периоду невозмущенного движения. Очень похоже на то, что делается и в квантовой механике. Ну, так вот, значит, в случае атома водорода такой радиальный гамильтониан, невозмущенный без учета релизиевских поправок, это будет, естественно, просто P квадрат на 2M минус E квадрат на R, а вот H1 это просто первая релизиевская поправка к кинетической энергии, это стало быть минус P в четвертой на какой там коэффициент, 8 там коэффициент M квадрат C в кубе, то есть относительная поправка это порядка энергии делить на M C в квадрате, что естественно. Ну, или это можно переписать как, P в четвертой, я вот P квадрат отсюда выражу и подставлю. То есть это получится минус единица на 2M C квадрат, которые никуда не делись, а вот вместо P квадрат в квадрате, там с нужными множителями, я напишу, что это будет H0 плюс E квадрат на R и все в квадрате. Ну так, на самом деле, и сейчас, когда считают в квантовой механике тонкую структуру атома водорода, действуют очень похожим образом, но только там больше разных составных частей, есть тот же там спин и соответственно спиноорбитальное взаимодействие, есть там вот Дарвиновский член, в общем, те тонкости, которые чисто квантово-механические, которые вот в таком полуклассическом рассмотрении не проявлялись. Но, тем не менее, это способ, как вы видите, очень знакомый, очень похожий на то, что делалось. Значит, H1 среднее, как посчитал Борн, будет тогда, стало быть, что такое? Это будет минус единица на 2M C в квадрате, маленький знаменатель, а дальше будет H0 в квадрате, это легко, то есть это невозмущенная энергия, возведенная в квадрат, будет 2H0 Е квадрат на R, средняя по периоду, электрон движется по орбиде в этой такой полуклассической науке, и вот мы по одному этому периоду невозмущенного движения усредняем вот эту величину, ну, эту величину просто усреднить, и будет еще Е в четвертой на R квадрат, средняя по периоду, это немножко сложнее. Это просто, она просто среднее значение потенциальной энергии по теореме Вериала, и стало быть, это будет просто минус 2 на саму энергию, потенциальная энергия там вдвое больше кинетической. Значит, а как посчитать среднее значение по невозмущенному этому самому эллипсу от единицы на R квадрат? Ну, нужно было бы посчитать там как-нибудь, пользуясь всякими формулами аналитической геометрии эллипса, но это долго и неудобно, а удобнее сделать так. вот А, ну да, я еще не написал одну здесь важную формулу, ну ладно, давайте я вот здесь напишу. Я напишу, что P квадрат, это и есть на самом деле PR квадрат, плюс M квадрат на 2M квадрат, где M большой, это момент импульса. Ну вот, так тогда момент импульса это сохраняющаяся величина, он играет роль просто параметра, и поэтому мы можем продифференцировать DH0 по DM. Зачем? А затем, что единица на R квадрат как раз вылезет, значит, это будет M на M единица на R квадрат. Ну, а теперь у средним. Вот это M равно HL, а единица на R квадрат средняя можно отсюда найти, поскольку, ну вот, H0 зависит от момента импульса, H0 это коммельтониан радиального движения, зависит от момента импульса как от параметра, ну, значит, вот мы можем посмотреть, как энергии зависят от момента импульса, они известны, как зависят, вот по этой самой формуле, так сказать, обычной, по этой самой формуле, это будет минус 2, потому что там, ну, там, в энергии стоит единица на NR плюс L в квадрате со всякими множителями, значит, когда мы это дифференцируем, мы получаем минус 2 на H, H0 делить на N, где N равно вот NR плюс L, то есть это просто производная от энергии невозмущенного движения без учета этой самой релятивистской поправки, ну, и дальше, если, то есть, H0 само по себе, которая здесь встречается вот здесь и здесь, это известно, что такое, я его, правда, напишу сейчас в виде, ну, ладно, не буду даже писать, напишу в обычном виде, как мы их и писали, минус ME в четвертой на 2 H квадрат N квадрат, ну, и все, значит, собирая вот все это вместе, мы получаем, что H1 средняя по периоду делить на H0, то есть, относительная поправка релятивистская, это будет α квадрат на N квадрат, а здесь та самая N на L минус 3 четверти, то есть, в точности, как у Зоммерфельда. Вот это, такие методы, связанные с теорией возмущений, потом активно развивал Борн, активно развивали другие физики, участвовавшие в развитии старой квантовой теории. Ну, вот, следующим тоже большим успехом, это считалось большим успехом, что, значит, теория Зоммерфельда объяснила тонкую структуру. как я вот уже говорил, это успех такой несколько, даже не несколько, вполне случайный, но, тем не менее, тогда-то об этом люди не знали. Следующим, тоже очень значительным успехом старой квантовой теории, было объяснение эффекта Штарка в водороде. Значит, если атом водорода поместить в электрическое поле, это вот делал Штарк, у него там была какая-то эта самая трубка, по которой распространялся атомный пучок, ну, молекулярные пучки, атомные пучки тогда более-менее умели делать, хотя их в основном применяли для других целей, ну, а тут он туда в эту трубку посылал пучок атомов нейтрального водорода, помещал все это в электрическое поле, смотрел, как изменятся спектры. Действительно обнаружил некие изменения, и основной результат его состоял в том, что смещение спектральных линий пропорционально электрическому полю в первой степени. Ну, вот это как раз такое уникальное свойство водорода, именно в водороде, в отличие от практически всех других атомов, эффект Штарка при достаточно сильных полях, когда уже можно пренебречь вот этой тонкой структурой, зависит от электрического поля линейно. И объясняли этот эффект практически одновременно и, ну, скажем, частично независимо два человека. Карл Шварцшельд и Эпштейн. Вот сейчас я про них расскажу пару слов, потому что люди очень интересные и время интересное было, в котором они жили. Это время оказывало существенное влияние на их жизнь и деятельность. Значит, Карл Шварцшельд, вообще-то говоря, знаменит в основном не этой работой, а в основном он известен как астроном. Ну, на самом деле сейчас он наиболее известен как человек, предсказавший черные дыры, чего он реально не делал, черные дыры он не предсказывал. Но, значит, вообще-то он был очень таким крупным и известным астрономом. Родился в 1873 году во Франкфурте и уже когда учился в гимназии увлекся астрономией, откладывал все карманные деньги, которые ему давали родители, чтобы покупать линзы и построить телескоп, что и сделал успешно. И еще будучи учеником гимназии опубликовал две коротенькие научные статьи по астрономии, что-то там про наблюдение двойных звезд, в общем, что-то такое сукубоастрономическое. Потом он учился в Страсбургском университете по специальности астрономия. Страсбург тогда ну это уже Эльзас, главный город Эльзаса, принадлежал он Германии тогда, это потом там его Франция Германии отвоевала. Вот. Потом в Мюнхенском университете, потом работал в обсерватории в Вене, потом в Мюнхене, опять вернулся в Мюнхен, там защитил то, что называется хабилитейшн, что-то типа нашей докторской диссертации, которая дает право стать профессором. и стал приват-доцентом Мюнхенского университета. Потом он был в Гетингене, где получил следующую ступеньку, это экстраординарный профессор, позже ординарный, и он там был директором тамошней обсерватории Гетингенской. Потом, наконец, в 1909 году он стал директором крупной обсерватории в Потсдаме и написал он очень много статей, чисто астрономических, причем как по методике астрономических наблюдений, как там надо в телескопе чего, где и как настроить, как использовать фотопластинки и так далее, и так далее. В общем, я не знаю деталей, но таких работ у него много. Так и по собственно физике различных астрономических объектов, там двойных звезд, например, и так далее. В 14-м году, как известно, началась Первая мировая война и Шварцшильд пошел в армию добровольцем, хотя он вовсе не обязан был это делать, ему уже было 40 с небольшим лет, этот возраст призыву не подлежал, но значит он таки пошел в армию, некоторое время служил где-то на Западном фронте, там в Голландии, занимался где-то в метеорологических каких-то пунктах, которые занимались предсказанием погоды, но потом его послали на Восточный фронт в Россию. Будучи на Восточном фронте, он заболел какой-то болезнью, пузырчаткой, понятия не имею, что такое пузырчатка, но во всяком случае утверждается, что в то время эта болезнь была неизлечима. И в 16-м году, находясь во фронтовом госпитале на Восточном фронте, где-то на территории России, он написал все свои самые знаменитые статьи. Он получил первое точное решение о уравнении общей теории относительности Эйнштейна для сферически симметричного тела, для звезды предположительно. Сначала в первой статье он получил то, что называется внешнее решение Шварцшельда, то есть вне этой звезды, в вакууме, но в предположении, что создает это гравитационное поле какое-то сферически симметричное тело. А потом во второй статье он получил то, что называется внутреннее решение Шварцшельда, то есть внутри звезды, но в предположении, что мы знаем уравнение состояния вещества звезды, то есть как у нее давление зависит от чего но там зависит в общем знаем про про вещество что-то знаем про вещество из которого сделана эта самая звезда и тогда же он сделал вот эту вот работу по описанию эффекта штарка в водороде что в общем новка отчасти неудивительно потому что он был образован в области математики он хорошо знал математику поскольку он хорошо знал ее астрономические приложения и поэтому вот сейчас мы это обсудим чуть 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 подробнее хотя формулы описать не хочу на эту тему не все-таки длинноватый но он использовал те же методы которые использовались в небесной механике скажем для рассмотрения скажем луны в гравитационном поле одновременно земли и солнца для этого использовались решение уравнение движения вот в поле двух ньютоновских центральных полей он его использовал как раз для случая атома водорода с дополнительно включенным электрическим полем тогда же где-то вот в шестнадцатом году его соответственно комиссовали из армии по болезни он вернулся в берлин сделал там доклад по этой работе после чего в ближайшее же время умер вторым человеком который решил эту же задачу был пауле пштейн представитель противоположной воюющей стороны значит он родился в варшаве которая тогда была составной частью российской империи 1883 году в гимназии учился в минске а в 1901 году поступил в московский университет который и окончил и после этого в 1910 году поехал в мюнхен к зоммерфельду где стал учеником зоммерфельда ну то есть он уже был окончил университет к этому времени стал учеником зоммерфельда занимался различными вещами связанными с атомной физикой после чего 914 году его интернировали как враждебного иностранца как подданного держава с которой германия находилась в состоянии войны но по ходатайству зоммерфельда на самом деле ему режим весьма сильно смягчили то есть его не не держали в тюрьме он там мог жить фактически дома и продолжать заниматься физикой но но с ограничениями то есть как это там принято должен был отмечаться в полиции никуда нельзя ездить без разрешения полиции и так далее и так далее типа домашнего ареста что-то в этом же самом четырнадцатом году он защитил диссертацию под руководством замерфельда но потом он на самом деле это нас уже не очень интересует но вот он то как раз пережил всю эту войну вполне успешно в девятнадцатом году после войны он переехал в цюрих а в двадцать первом сша где еще жил долго значит что можно сказать хорошего про собственно вот по существу про эффект штарка в водороде ну вот что если как сначала на ранних этапах развития но моделей атома предполагалось что электроны в нем находится в чем-то типа в чем-то типа осцилляторного потенциала то эффекта нет но включили электрическое поле сдвинулась точка равновесия но частота колебаний от включения однородного электрического поля не изменится а как тогда чистота колебаний не изменится то есть не будет сдвига спектральных линий и тогда делались какие-то оценки такого рода что даже если этот потенциал там анагармонический то эффект настолько мал что в общем его никогда нельзя будет обнаружить экспериментально поэтому когда вот что в тринадцатом году обнаружил расщепление водороде пропорциональная там электрическому полю то это было несколько неожиданных но хотя в тринадцатом году уже конечно ждали что знали что атом устроен под руку значит эпштейн сделал следующую вещь но точно так же как рассматривал вот зоммерфельд атом водорода без без электрического поля то это точно также рассматривал внешнем электрическом поле значит написал уравнение гамильтона якоби уравнение гамильтона якоби в кулоновском поле плюс однородное электрическое поле в нем тоже можно провести разделение переменных до конца полностью до вплоть до одномерных под задач но если в случае просто сферически симметричного атома это естественно сделать в сферических координатах хотя не только можно и в других то вот случае еще наличие однородного поля разделение переменных удается провести в параболических координатах кого интересует первом томе ландау левшица написано как проводить это самое разделение переменных в параболических координатах но это довольно длинно длиннее чем в сферически симметричном случае но дальше он то есть там есть три координаты как положено и соответственно три условия квантования вида там как п и т т т и т равно 2 пи h и т где ну вот эти координаты есть в общем есть не некие три координаты и соответственно три квантовых числа значит в некоторый момент шестнадцатом году ну вот обштейна того формулу получила получил правильную формулу формула кстати выглядит так что поправка к энергии уровня водорода равняется но тут почти все очевидно кроме численного коэффициента дочисленный коэффициент 3 вторым который я бы не взялся как-то объяснять на заряд электрона на внешне электрическое поле на боровский радиус и все это еще надо умножить на n и на n 1 минус n 2 значит это главное квантовое число которое даже его в каких бы координатах мы не работали да и в этих самых параболических тоже это просто сумма всех квантовых чисел на самом деле данном случае это вот сумма n 1 n 2 n 3 а здесь стоит разность двух квантовых чисел которые соответствуют двум вот этим самым электрическим координатам значит что отсюда видно что видно из этой формулы что у атома водорода есть электрический дипольный момент так поскольку линейно по полю поправка к энергии по порядку величины этот электрический дипольный момент есть заряд электрона на боровский радиус растет с ростом n что тоже естественно потому что радиусы орбит растут ну а вот это n 1 минус n 2 она может быть положительно может быть отрицательно то есть вот может быть такая ситуация что вот здесь вот есть ядро здесь есть электрическое поле орбита какая-то вот такая а может быть ситуация когда орбита наоборот вот такая когда противоположные знака n 1 минус n 2 и соответственно вот для разных разрешенных условиями квантования орбит электрона получаются либо положительные, либо отрицательные поправки. Так вот, Эпштейн, во всяком случае, много лет спустя вспоминал, что в тот же день, буквально в тот же день, когда он, наконец, впервые получил вот эту самую формулу, Зоммерфельд получил письмо от Шварцшильда, в котором он говорил, что он решил вот эту самую задачу и привел тоже формулу для ответа, которая содержала ошибку, которая была неправильной. Эпштейн сказал, соответственно, Зоммерфельду, что он получил формулу, и формула должна быть вот такая вот. И они совместно с Зоммерфельдом послали ответ Шварцшильду, что там есть некая ошибка в ответе. Шварцшильд нашел в своем вычислении ошибку и согласился. Значит, ответ получился такой же. Шварцшильд действовал несколько более общим даже образом, он решил более общую задачу. Он решил задачу про два кулоновских центра. Вот если есть атом, ну там, ядро, протон, ядро, так, и есть еще один кулоновский центр где-то далеко, тогда эту задачу все равно можно решить. Даже точно, не обязательно предполагать, что он далеко, и что кулоновское поле этого второго ядра практически является однородным полем в окрестности этого атома. То есть, на самом деле, решение Шварцшильда в рамках старой квантовой теории может описывать, например, молекулярный ион водорода. H2+, два протона, и электрон там где-то между ними летает. Вот это он взял как раз действительно из небесной механики. Как я уже говорил, в теории движения Луны встречается практически та же задача. Есть Земля, есть Солнце, и есть Луна, которая движется в ньютоновском поле притяжения их обоих. Но как раз в предельном случае, когда мы вот этот второй источник... А! Разделение переменных уравнений Гамильтона и Якоби делается в эллиптических координатах для этой задачи. Если мы вот этот второй источник делаем все сильнее и сильнее, при этом уносим его все дальше и дальше, то в пределе поле, которое он создает вот здесь, становится просто однородным. Эти самые эллиптические координаты в пределе становятся параболическими координатами, и получается то самое решение, которое получил Эпштейн. Ладно, ну да, и формула эта благополучно подтверждается, соответствует экспериментальным фактам. И, между прочим, в современной квантовой механике она просто в точности такая же. Ну там... Не, ну не важно. Просто действительно она точно такая, потому что здесь никакие тонкости, в общем-то, не играют роли. То есть, скажем, спин электрона здесь несущественен, это чисто взаимодействие с электрическим полем. Так что результат старой квантовой теории совпадает с результатом правильной квантовой механики и согласуется с экспериментом. Ладно. Ну вот это про влияние электрического поля. Для других атомов, кстати, эффект Штарка еще довольно долго не наблюдался. Как я уже говорил, водород несколько занимает исключительное положение в этом смысле из-за наличия вырождения, из-за вырождения уровней. Поэтому там появляется вот эффект линейный по электрическому полю, если пренебречь тонкой структурой. А в других атомах, где уровни энергии зависят от НР и Л по отдельности, а не в виде комбинации НР плюс Л, зависимость в умеренных полях будет квадратичная. И расщепления Штарковские будут очень малы. Их весьма трудно наблюдать. Их еще, по-моему, довольно долго не наблюдали после наблюдений Штарков в 2013 году. А что можно сказать про другой эффект влияния внешнего поля на спектральные линии, именно про эффект Деймана, про влияние магнитного поля. Тут история, в принципе, давняя, потому что пытался обнаружить этот эффект еще Фарадей обнаружил довольно много всяких разных эффектов магнитного поля. Например, то, что если есть вещество в магнитном поле, то оно начинает вращать плоскость поляризации света. То есть он был как-то внутренне уверен, что магнитное поле может влиять на многие разные вещи. В частности, пытался обнаружить влияние магнитного поля на спектральные линии. И не обнаружил ничего. Но тогда точность экспериментальных методов была недостаточной. Значит, Зиеман, когда это было? Да давно это было, в 1886 году. Так и обнаружил влияние магнитного поля. Он сначала изучал самую вот эту яркую желтую спектральную линию натрия. Это пламя, в которое добавлялось вещество, содержащее натрий, соль, например. Помещал в сильное магнитное поле и обнаружил, что эта желтая линия натрия расширяется. На самом деле она расщепляется на две, но разрешить эти две линии у него не хватило разрешающей способности. Он тогда же сообщил... А, ну да, то есть включили поле, линия стала шире, выключили поле, линия стала... Всё, что сумел наблюдать Зиеман в самом первом эксперименте. Он тогда же сообщил об этом Лоренцу. И в следующем же году Лоренц, то есть в 1887-м, дал теоретическое объяснение в рамках электронной теории. То есть тогда как раз действительно было принято мнение, что в атоме электроны находятся более-менее в осцилляторном потенциале, совершают малые колебания. Частота этих малых колебаний это и есть спектральные линии. Ничего другого тогда люди не знали. Ну а Лоренц, соответственно, посмотрел на электрон в гармоническом потенциале плюс магнитная пуля. Ну а что получается? То есть если есть изотропный осцилляторный потенциал, то как бы там электрон не колебался, он колеблется с одной и той же частотой омега-нули. А вот если взять магнитное поле, то в направлении вдоль магнитного поля электрон будет колебаться точно так же, как раньше. Магнитное поле просто никак не повлияет на его движение. То есть будет та же частота омега-нули. А вот в плоскости поперек магнитного поля электрон может, ну, можно сказать, что он колеблется, а из этих колебаний можно составить суперпозиции в виде вращения и в плоскости поперечной к магнитному полю. Он может вращаться вот так или может вращаться вот так. Эти две частоты будут омега-нули плюс-минус омега-лармура. Где омега-лармура, лармуровская частота, это стало быть что-то это, это будет ЕВ на 2 РС. Пропорционально магнитному полю. Ну и поэтому Лоренц предсказал теоретически уже на основании этой работы, что будет происходить. Значит, если наблюдать излучение этого самого электрона, ну, атома, электрона в атоме, скажем так, вот в таком направлении, перпендикулярном к магнитному полю, то мы увидим три линии вместо одной. Одна спектральная линия расщепится на три. Причем одна из них будет не смещенная. Это когда электрон колеблется вот так вот. И поляризация будет линейная. Вот такая же вертикальная поляризация. А две другие будут смещены на плюс или минус ларморовскую частоту. И ну вот, если мы смотрим вот так, то поляризация будет опять-таки линейная, но горизонтальная. Теперь, что будет, если мы посмотрим на этот излучающий атом, скажем, сверху? Тогда мы не увидим вот этой центральной линии вообще. А две другие смещенные мы увидим, они будут иметь циркулярные поляризации. Ну, соответственно, в промежуточных углах они будут иметь какие-то там эллиптические поляризации между циркулярной и линейной. Ну, для натрия этого в то время в общем-то проверить было всего нельзя, но все тот же Зиэмон успешно расщепил, разрешил, лучше скажем, разрешил расщепление линии в магнитном поле для некоторых других элементов, в частности, для кадмия. Для кадмия, потом еще для цинка. Он там выбирал очень такие узкие и без тонкой структуры линии, то есть одиночные, не принадлежащие каким-то мультиплетам. И для них наблюдал ровно все то, что описывал Лоренц. То есть линии эти расщеплялись на три, центральная и две по бокам, и с поляризациями все было именно так, как Лоренц и говорил. На самом деле это им всем крупно повезло, что Зейман не сумел в самом же начале рассмотреть желтую линию натрия, потому что она-то как раз расщепляется на две, а не на три. И тогда никто бы не понимал в чем там собственное дело. Вот это вот рассмотрение Лоренца классическое обобщил Лормор. Лормор вообще рассуждал очень красиво. То есть есть такая теорема Лормора, которая говорит, что если у нас есть система зарядов, любая система зарядов, лишь бы у них было одинаковое отношение Е к М, которые как-то движутся. Теперь мы включили магнитное поле. То единственное, ну достаточно слабое, не безумно сильное, единственный эффект, который это магнитное поле окажет на эти заряды состоит в том, что вся эта система как целая начнет вращаться вот с такой вот частотой с Лорморовской. Ну это на самом деле понять совсем легко. Перейдем вот в эту самую вращающуюся систему отсчета, которая вертится вот с такой вот частотой, и тогда на эти наши электроны будет действовать сила Лоренца магнитная и будет действовать сила Кориолиса. И выберем частоту так, чтобы сила Лоренца и сила Кориолиса уравновесились. Тогда ничего не изменилось. На самом деле на них еще действует центробежная сила, но центробежная сила квадратична, она пропорционально уже, ну вот если я выбрал частоту вот такую, то центробежная сила будет содержать частоту в квадрате, то есть пропорционально магнитному полю в квадрате, если пренебречь квадратичными по полю эффектами, то в любом, как бы атом ни был устроен, ну, ядро мы считаем тяжелым и неподвижным, а электронов там может быть много, они могут взаимодействовать друг с другом, как хотят, но если мы включим магнитное поле, то единственный его эффект состоит в том, что вся эта картинка как целая начнет вертяться вот с этой лорморовской частотой. очень даже красивый вывод в рамках классической электродинамики. Ну, и все последствия получаются точно такие же. То есть, если на те движения электронов в атоме, которые более наложилось еще равномерное обращение, то будет наблюдаться вот именно вот такое нормальное, нормальный зея монофиг, то есть, будет центральная несмещенная линия с линейной поляризацией, которая излучается в основном поперек, и будут две смещенных на плюс-менус амегалармуровскую, если смотреть отсюда, то с циркулярными поляризациями, ну, в общем, все эти выводы остаются в силе. Но потом обнаружилось, что вот такая картинка, которая называется нормальный зея-мон-эффект, является скорее исключением, чем правило. Подавляющее большинство спектральных линий расщепляются не так. Расщепляются не обязательно на три, на самое разнообразное число линий в магнитном поле, на две, на четыре, самые разные могут быть варианты. Вот эти интервалы вовсе не равны ларморовской частоте, аж умножить на ларморовскую частоту, эти энергетические интервалы, но на самом деле они с ней тесно связаны. Они, несомненно, и пропорциональны, потому что это эффект линейный по магнитному полю. Коэффициенты пропорциональности они какие-то достаточно оказываются простыми. Этим впоследствии Иланды занимался этими коэффициентами. Ну вот, в 16-м году Дебай и Зоммерфельд несовместно, это две отдельные работы, одна Дебай, другая Зоммерфельда, но сделали фактически одно и то же. Они описали нормальный эффект Диэмана в рамках старой квантовой теории. Ну, это просто, это на самом деле, я бы сказал, ничего особо и не требует. Значит, если включить магнитное поле, то гамильтония, а, ну да, они рассматривали случай, когда излучает один электрон, то есть это либо водород, либо, ну скажем, щелочные металлы, где мы считаем, что все остальные электроны просто создают некое поле, а один электрон в нем движется. Это будет, соответственно, единица на 2m p радиальная в квадрате плюс pt квадрат на r квадрат плюс pφ квадрат на r квадрат синус квадрат θ. Это все, что было без всякого магнитного поля, а вот тут еще добавилось ек c ек c на b просто-напросто и все. Так? И плюс u от r. Вот. Значит, от того, что мы включили магнитного поля, к энергии добавилось а, pφ, самое главное заполз. Здесь, конечно, pφ есть. Вот так. Значит, дельта e равно, соответственно, eb на 2mc на pφ. Ну, а pφ, как мы знаем по правилу квантования, это h на nφ. Ну, и, соответственно, это будет что? Это будет eh на 2mc на b на nφ. Вот так. Вот. Вот эту вот величину они, честно говоря, не знаю, кто из них, предложил назвать магнитоном бора. Это некая естественная единица магнитного момента. а то есть это, скажем, магнитный момент, соответствующий вращению. Ну, вот nφ – это то же самое, что квантовое число m, к которому мы привыкли. То есть, вращение с m равным единице с минимально возможным значением орбитального момента соответствует тому, что на этой орбите электрон имеет магнитный момент мю бора. Ну, и, соответственно, вот на магнитное поле его умножаем и получаем смещение энергетических уровней. Дальше есть правило отбора. Есть правило отбора, состоящее в том, что дельта m равно нулю или плюс-минус единице. Его мы сейчас обсудим чуть подробнее, но это уже в то время было, в общем-то, известным фактом. И отсюда следует та же самая картина, что получалось еще у Лоренца в XIX веке. То есть старая квантовая теория описывает вполне успешно нормальный эффект Деймана и абсолютно не в состоянии описать аномальный эффект Деймана. Это было, в общем-то, одно из первых таких первых мест, где теория Бора Зоммерфельда абсолютно проваливалась и была не в состоянии описать наблюдаемые факты. на самом деле сейчас мы понимаем, что там в аномальном магнитном моменте, в аномальном Зеймана эффекте работают несколько разных причин, так сказать, которые тогда не были известны, там, с пеной электрона, его магнитные моменты и так далее, и так далее. То есть разобраться было сложно и в то время, в то время, в общем, скажем так, невозможно. Ну а для нормального эффекта Зеймана, там старая квантовая теория дает то же самое, что классическая, в общем-то, никаких различий нет. Так, теперь, значит, я тут уже упомянул про правила отбора, то есть давно было тоже замечено, что не между любой парой энергетических уровней возможен переход с излучением фотона и созданием спектральной линии. На самом деле, тогда все-таки были известны только наиболее яркие спектральные линии, которые соответствуют электрическому дипольному излучению. И вот для электрического дипольного излучения существует определенное правило, когда переходы возможны, а когда они невозможны. И эти вещи объяснял в частности Нильс Бор с точки зрения принципа соответствия. Нильс Бор вообще очень любил принцип соответствия и с его помощью объяснял весьма большое количество самых разнообразных вещей. это мы уже отчасти обсуждали насчет принципа соответствия для частот излучаемого света. А что можно сказать насчет интенсивности? вещей. Ну, для начала Бор, видимо, хотя я не знаю точно, может быть, там еще и другие люди участвовали, рассмотрел, скажем, просто случай гармонического осциллятора. Случай гармонического осциллятора, он всегда самый простой. Если у нас есть заряженная частица, которая находится в осцилляторном потенциале, то она колеблется строго гармонически. То есть х пропорционально косинусу омега т. Никаких высших гармоник в этом х нет. Ну, соответственно, дипольный момент тоже пропорционален косинусу омега т. Только первая гармоника. Значит, эта частица будет излучать только свет с частотой омега. Она не будет излучать никаких высших гармоник n-омега. По старой квантовой теории у осциллятора есть дискретный энергетический спектр. И, скажем, когда n много больше единицы, вот где-то здесь наверху, описание с точки зрения квантовой теории должно переходить в описание с точки зрения классической теории. Что означает, что возможен переход только с изменением n на единицу. Дельта n равно единице в случае осциллятора. Потому что дельта n равно, скажем, двойке, соответствовало бы излучению света с удвоенной частотой второй гармоники. А именно в гармоническом осцилляторе высшие гармоники не излучаются. Это, скажем так, законное рассуждение при больших n, где описание из квантовой теории должно перейти в описание из классической механики электродинамики. Но вот именно в тех ситуациях, когда при больших n нечто строго запрещено, Борг предложил считать, что оно запрещено и всегда, и при небольших n тоже. И поэтому отсюда следует, скажем, одно из правил отбора, что для осциллятора дельта n равно единице. Для электрона в центральном поле, что, в общем-то, более интересно. Аналогичным же образом... А, ну да, кстати говоря, можно вычислить и гораздо больше здесь. то есть, мы сказали, что дельта n должно быть равно единице. Ладно. Но можно вычислить коэффициенты Эйнштейна. Коэффициенты Эйнштейна, которые соответствуют спонтанному излучению, поглощению и вынужденному излучению. Они все, на самом деле, связаны друг с другом теми самыми соотношениями, которые мы проходили, когда рассматривали, как Эйнштейн выводил распределение планка. Но это неизвестные коэффициенты. Скажем, коэффициент спонтанного излучения с n-го уровня на n-1. Его можно посчитать в классической электродинамике. При больших n это будет правильное вычисление, несомненно. просто надо взять вот этот дипольный момент, посмотреть, как дипольный момент, зависящий от времени, излучает, сколько энергии в единицу времени. На h-omega поделить будет число актов, дискретных актов излучения в единицу времени, и коэффициент Эйнштейна для спонтанного излучения получится отсюда. Но Борг предложил считать, что полученная формула справедлива везде, при n порядке единицы тоже. Но это ничему тогда не противоречило, вполне было такое законное предположение. Кстати, правильное в действительности, правильный ответ получается. Я не буду электродинамическое вычисление воспроизводить, а лучше мы посмотрим, какие правила отбора есть для электронов в центральном поле. Значит, если есть один электрон в центральном поле, то тогда у нас есть, скажем, три компонента дипольного момента. Дз это будет Ер косинус фи, Дх это будет Ер синус тета косинус фи, и Ду это будет Ер синус тета синус фи. Вот. Как зависит от времени эти углы фи и тета, и Р заодно тоже. Мы обсуждали, когда в прошлом, наверное, это раз было, да, мы обсуждали, что можно для решения тех задач, где работа от разделения переменных, которые фактически поэтому сводятся к набору одномерных задач. Можно ввести переменное действие угол. Можно ввести и и т, и фи, и т. причем вот эти фи и т. Они будут линейно зависеть от времени, вот так вот, просто-напросто. И фи и т. угловые переменные, если ее увеличить на 2π, то ничего не изменится. То есть все физические величины должны быть периодичными по вот этим угловым переменным с периодом 2π. Поэтому их можно написать в виде Ридо-Фурии. Так вот, ну тут возникает некое неудобство с обозначениями. То есть я назвал, там разные люди по-разному называли, я угловые переменные назвал фи и т. Но поэтому мне придется ввести такую вещь как фи-фи. Потому что вот этот угол фи, это не есть переменная угловая переменная. Он не зависит от времени просто линейно. Правда? даже когда частица летает по эллиптической орбите, то угол зависит от времени как-то заметно более сложный. Не просто по вот такой формуле. Но каноническая переменная сопряженная и фи, она зависит от времени строго линейно. Вот так вот. А все остальные переменные, которые там есть, они зависят от времени с частотой омега r и ее гармониками. Поэтому, например, можно написать E в степени и фи, можно написать как E в степени и омега фи на t строго линейная по времени зависимость, умножить на весь оставшийся ряд фурье, здесь будут какие-нибудь коэффициенты фурье на E в степени и n омега rt. То есть, вот эти зависимости, они гармоники частоты омега r. А вот частота омега фи входит всегда с коэффициентом единицы. Значит, отсюда что следует? Отсюда следует вполне занятная вещь, что фи входит вот в эти формулы либо в виде E в степени плюс-минус и фи, либо они входят вообще, как вот здесь вот. Это означает, что изменение квантового числа n фи, ну, которое принято называть m сейчас, оно равно плюс-минус единиц или нулю. Высших гармоник по омега фи нет. Омега фи входит всегда вот в умноженном на т без высших гармоник. Омега р входит произвольным образом, то есть изменения радиального квантового числа могут быть любые. Дельта nr может быть любое, вообще говоря. А вот дельта nфи обязательно должно быть равно нулю или плюс-минус единице. Более того, дельта n тета без такого же самого рассуждения, из практически того же, е в степени и тета или е в степени минус и тета входит в эти формулы всегда. Либо из-за этого косинуса, либо из-за этого синуса. Поэтому дельта n тета равно плюс-минус единица только, а нуля нет. Потому что среди компонентов дипольного момента нет такой, которая бы не содержала косинуса или там синуса тета. Вот. Ну вот это такие правила отбора. Ну вот какое у них такое логическое обоснование. Вот все то же самое, конечно. То есть при больших квантовых числах, где должна работать классическая механика электродинамика, переходы с другими, ну вот скажем, с дельтой n фи большим по модулю единицы не происходят, потому что они соответствовали по излучению высших гармоник, а высшие гармоники не излучаются, потому что именно по этой переменной есть только первая гармоника. Значит, тогда Бор предположил, что вот такие качественные следствия принципа соответствия работают не только при больших квантовых числах, но и при маленьких тоже. Это естественное недоказательство, но эти правила отбора действительно, как оказывалось, работают вполне успешно. Так, сейчас сколько там у нас времени осталось, я хочу посмотреть. Осталось еще время. Хорошо. Тогда вот я как раз хочу рассказать, что же люди делали с аномальным эффектом Зеймана. Аномальный эффект Зеймана техно связан с тонкой структурой. Как раз те линии, которые не имеют тонкой структуры, для них работает вот этот нормальный эффект Зеймана, который описывать теоретически уже умели. аномальный эффект Зеймана и вообще тонкая структура в атоме водорода считается по Зоммерфельду и по счастливой случайности оказалась абсолютно правильной. А вот для любых более сложных атомов она, естественно, не считалась. Ну, так вот, этими вопросами активно занимался все тот же Зоммерфельд, занимался этим Ланде, который и достиг, пожалуй, что наиболее впечатляющих успехов. Это бывший ученик Зоммерфельда, известный спектроскопист, который после окончания периода ученичества в Мюнхене уехал в Тюбенген. И Тюбенген в то время был общепризнанный такой меккой спектроскопистов. Там работали несколько высококлассных специалистов, включая вот этого Ланде. И Ланде, ну, не один Ланде, там куча народу в этом участвовали, они обнаружили некоторые закономерности. Закономерности довольно такие, ну, чисто эмпирические, они ниоткуда не следуют, просто из рассмотрения эффекта Зеймана в самых разных элементах, для самых разных спектральных линий, следовала следующая вещь, что, значит, если есть один внешний электрон, один внешний электрон, это щелочная металла, например, там всякие натрий, там калий, кто-то там еще бывает, так, то бывают дублеты, тогда, значит, линии расщепляются на пару, а если есть два внешних электрона, щелочноземельные элементы, если щелочноземельные, а так, кто там, кальций какой-нибудь и так далее, да, то там бывают синглеты и триплеты, причем вот эти синглеты, они как раз испытывают нормальный эффект Деймана, они при включении магнитного поля каждая из них расщепляется на три, да, ровно правильным образом, с двигом равным частоте лармора. И вообще более общее утверждение получило название правила смещения и чередования. Но чередование это именно то, что при нечетном числе внешних электронов будут дублеты при четном триплеты, а правило смещения это то, что спектр однократно ионизованного иона какого-то элемента номер Z, то есть ион с атомным номером Z, у него спектр качественно такой же, как у атома нейтрального с зарядовым числом Z без единицы. качественно такой же означает, что те же серии, те же дублеты, триплеты и так далее, но все они несколько сдвинуты по частотам, но качественные все характеристики остаются постоянными. Ну и дальше я уже, пожалуй, изложу так сказать окончательные выводы, к которым в конце концов пришел Ланде и уже в довольно таких современных обозначениях. Значит, Ланде и все остальные спектроскописты в то время предполагали, что существует L, суммарный орбитальный момент внешних электронов одного или, например, двух, и существует S, ну я его напишу как S, но тогда он интерпретировался не как спиновый момент импульса, а как момент импульса атомного остатка. Вот это валентный электрон, и это атомный остаток. А это есть полный момент импульса. Значит, тогда для этих, то есть появляется некое третье квантовое число G, для которого тоже существуют свои правила отбора. И значит, правила отбора по этим квантовым числам такие, что L может переходить в L плюс-минус единица или в L, S может переходить только в S, оно не меняется при дипольных переходах, а, ну да, кроме кроме ноль в ноль. Чисто ампирически. Причем разные люди на самом деле присваивали этим квантовым числам L, S и G разные значения. Обычно со сдвигом там на единичку или на одну вторую или еще на сколько-нибудь с общим сдвигом. Поэтому с обозначениями разобраться немножко сложно, но я привожу уже современное обозначение. Значит, G должен переходить в G плюс-минус один или в G кроме ноль-ноль. M это проекция G на ось Z должен переходить в M плюс-минус один или в M ну и вот с этими с изменением M как раз связаны поляризацией то есть ровно то что я обсуждал когда M в M переходит это линейная поляризация когда M в M плюс-минус единица это циркулярно если наблюдать с правильной стороны ну то есть вот по большому количеству спектроскопических термов были в конце концов успешно присвоены квантовые числа L, S и G как я уже говорил разные люди их присваивали несколько по-разному но в основном это были общие сдвиги которые тогда было довольно трудно разрешить так сказать научно а энергии поправка к энергии за счет магнитного поля то есть эффект Деймана имеет вид какой имеет вид дополнительного множителя G множитель L, D на мю бора на магнитное поле и на M G на эту самую проекцию полного момента импульса G на магнитное поле можно написать магнитон бора на B это тождественно то же самое что H на лармуровскую частоту значит тут возникает сразу некое конечно удивление при взгляде на эту формулу состоящее в том что если орбитальный момент не ну вот вообще орбитальный я не буду говорить со словом орбитальный если момент импульса и магнитный момент обусловлены движением электронов то такой формулы быть не может должно быть все гораздо проще должно быть такое стандартное геромагнитное отношение откуда оно следует стандартное геромагнитное отношение значит если у нас есть какая-то частица с массой м зарядом е и электрон в нашем случае то она движется как-то произвольным образом классическим и ее момент импульса это что такое это r на v ее магнитный момент это e на 2c r на v смотрите учебник электродинамики там написано отсюда следует что магнитный момент равен просто напросто магнитону бора умножить на l на безразмеренный момент импульса и сколько бы там электронов не было как бы они в этом не взаимодействовали друг с другом отношение магнитного момента и момента импульса постоянно ну вот если момент импульса брать в безразмерных единицах в единицах то это будет просто магнитон бора и все а раз так то здесь вот этого множителя быть не должно этого множителя должен быть равен единице и тогда получается нормальный зеймон эффект никакого нормального зеймон эффекта не получится ну вот Ланде предположил что для вот этого момента импульса С который связывался с атомным островом про спен электронов тогда не было известно для него гиромагнитное отношение в два раза больше то есть притом если из Л магнитный момент получается путем домножения на магнитон бора то здесь надо удвоенный магнитон бора это ниоткуда совершенно не следовало это было вообще говоря достаточно странно и непонятно потому что считалось что движутся электроны заряженные и из-за их движения происходит магнитный момент тогда должно быть только вот так и не как иначе но один факт в пользу удвоенного гиромагнитного отношения существовал кстати это забавная история это я сейчас расскажу был такой эксперимент Эйнштейна де Газа значит Эйнштейн вообще это по-видимому единственный эксперимент который Эйнштейн действительно проводил своими руками ну с авторствием Дегаза совместно но тем не менее он реально участвовал в проведении эксперимента не то чтобы он там давал какое-то общее теоретическое основание для него эксперимент этот состоял в следующем давайте возьмем цилиндр из термогнитного материала из железа какого-нибудь там повесим его на ниточку и допустим вот он в ненамагниченном состоянии вот он здесь покоится теперь мы его намагнитим приложим сюда магнитное поле он взял намагнитился потом магнитное поле уже можно даже выключить намагниченность все равно останется мы его намагнитили при этом ну как тогда предполагалось орбиты электронов в атомах как-то так выстроятся что магнитные моменты созданные их движением молекулярными токами будут преимущественно ориентированы куда-то там вверх например а раз они так выстроились значит изменился момент импульса момент импульса атомов значит полный момент импульса должен сохраняться то есть этот цилиндрик начнет вращаться и зная магнитный момент суммарный вот этого феромагнитного цилиндра и измерив как он стал вращаться мы можем найти гермагнитное отношения. Идея замечательно простая. Насколько я знаю, идею это, собственно, действительно предложил Эйнштейн. Ну, совместно с Диагоазом они ее и реализовали. И получили геромагнитное отношение. Ну, геромагнитным отношением принято называть коэффициент пропорциональности между μ и М магнитным моментом. Вот это геромагнитное отношение. Оно должно быть Е на 2МС. Теоретически должно быть Е на 2МС, если все это вызывается движением электронов орбитальных. И они получили результат, который не противоречит, ну, вот этому теоретическому ожиданию. Ну, то есть надо сказать, что результат неправильный. И надо сказать, что Эйнштейн был достаточно хреновым экспериментатором. Ошибся в 2 раза. Потому что, на самом деле, когда этот эксперимент потом повторяли более умелые люди, они так и получили, что геромагнитное отношение вот того, что вызывает намагниченность железа, чтобы это не было, в 2 раза больше. То есть, при данном магнитном моменте механический момент стало быть в 2 раза меньше. То есть, это был уже какой-то тоже сильный намек в пользу того, что какие-то внутриатомные вещи имеют неправильное геромагнитное отношение, вдвое больше. Но, с другой стороны, конечно, Ланде исходил не из этих смутных указаний, которые имели невысокую точность. Он находил и спектроскопии с огромного набора экспериментальных данных по эффекту Зеймана в самых разнообразных элементах. Ну и предложил Ланде такую векторную модель. Векторная модель Ланде... Ну, сейчас я попробую нарисовать. Значит, вот у нас есть вектор... А, ну ладно, я не с него начну. У нас есть два вектора, два момента импульса. Есть момент импульса Л, есть момент импульса С, который, ну, еще раз я говорю, приписывался атомному остатку. Л приписывался валентному электрону. Тогда полный момент импульса атома, Ж, будет вот такой. Если мы магнитное поле не включали, то Ж величина постоянная. Закон сохранения момента импульса. А Л и С могут вокруг него прецессировать, и они это делают, ну, скажем так, быстро. То есть имеется... То есть вот этот Л будет вот так вот вокруг Ж крутиться. И С, соответственно, тоже. Теперь, если мы еще и включим магнитное поле сюда, то у нас Ж начнет прецессировать вокруг магнитного поля. Но медленно, пока магнитное поле слабое. Мы имеем такую механическую картинку. Ж медленно вертится вокруг Б, В, а Л и С быстро вертятся вокруг Ж. Ну, и тогда, значит, что можно сказать? Можно сказать, что энергия, энергия магнитного взаимодействия, то есть поправка к энергии какого-то там стационарной орбиты электронов в данном атоме. Это будет магнитон Бора на, ну, вот, по предположению Ланде, Л плюс 2С среднее по времени умножить на магнитное, вот так вот. Ну, или можно вот А написать в виде Ж, которая постоянно и в усреднении не нуждается, плюс С среднее. С-то вертится, С надо усреднять. Как усреднять С? С вертится вокруг Ж, поэтому среднее значение С должно быть направлено по Ж. То есть вот мы сейчас С проектируем сюда, и вот это будет С среднее. Вот это вот. А такие поперечные к Ж компоненты, они при усреднении зануляются. Ну, значит, что? Значит, надо спроектировать, надо написать, что С вектор среднее, это будет Ж умножить на что? На Ж скалярно умножен умноженное на С и деленное на Ж в квадрате. Вот она, простейшая геометрическая картинка. Как найти Ж умноженное на С? Да очень просто. Давайте мы напишем, что Ж минус С равно Л и возведем это равенство в квадрат. И что мы получим? Ж квадрат минус 2Ж на С плюс С квадрат равно Л квадрат. Значит, отсюда Ж на С мы знаем. Так, это будет стало быть Ж умножить на что? Это я перенес туда. Ж квадрат плюс С квадрат минус Л квадрат на 2Ж квадрат. Значит, действительно получается вот такая самая формула, которую Ланде и хотел получить. Из-за того, что разные компоненты, не компоненты в смысле вектора, а разные составные части момента импульса имеют разные гермогнитные отношения, вот у этой она двое больше. Получается вот этот дополнительный множитель фактор Ланде, который будет равен соответственно единице плюс, ну вот, вот эта единица плюс, вот все, плюс все вот это. Ж квадрат плюс С квадрат минус Л квадрат на 2Ж квадрат. Ну и дальше, тут все уже, естественно, зависит от правильной нумерации этих квантовых чисел Ж, С и Л. И вот если их нумеровать правильно, как мы сегодня нумеруем, то надо сделать замену, которую Ланде и сделал без всякого объяснения, это было просто следствие работы с огромными массивами экспериментальных данных про аномальный Зейман-эффект. Надо везде писать, как мы сейчас знаем, Ж на Ж плюс 1 плюс С на С плюс 1 минус Л на Л плюс 1 и делить, соответственно, на 2Ж плюс 1. Ну вот это и есть большое достижение Ланде. То есть он его просто угадал. Было известно тогда уже из, вот как я говорю, большого количества наблюдений, что эти вот дополнительные множители в расщеплениях, множители Ланде, это всегда какие-то простенькие рациональные числа с не очень большими числителями и знаменателями. Там двойки, там тройки, что-нибудь еще в этом роде, но не с огромными числителями и знаменателями, а какие-то вполне просто выглядящие рациональные числа. И они блестяще давались вот этой угаданной формулой Ланде. То есть Ланде умудрился, не заморачиваясь какими-то теоретическими объяснениями, которые тогда уж совсем более невозможны, угадать правильную формулу, которая осталась справедливой в современной квантовой механике. То есть она выглядит тут ровно так. Ну, обозначения, как я говорю, они довольно-таки менялись. То есть, например, было вполне модно Ж, буквой Ж называть не то, что мы называем Ж сейчас, а на одну вторую сдвинутая. То есть тогда это выглядело как Ж минус 1 вторая на Ж плюс 1 вторая, или, иначе говоря, Ж квадрат минус 1 четверть. И Ланде как раз говорил, что вот в формуле стоит Ж квадрат, а вот чтобы соответствовало эксперименту, отсюда надо 1 четверть вычесть. Ну, и с С и Л там тоже что-то аналогичное делалось. Ну, вот при том положении этих квантовых чисел, которая, как мы знаем сейчас, правильная формула должна иметь такой вид. Ну, если кто-то использовал сдвинутую на одну вторую, соответственно, имела несколько другой вид. Ну, вот, значит, Ланде получил вот эти вот расщепления компонент тонкой структуры под действием достаточно слабого магнитного поля. При этом предполагалось, что влияние магнитного поля, само вот это Зеймановское расщепление, оно мало по сравнению с интервалами тонкой структуры. Паули посмотрел противоположные предельные случаи, случаи очень сильных магнитных полей, и на самом деле промежуточные случаи, когда эти расщепления одного порядка. Ну, вот в рамках старого... А, ну да, на самом деле это тоже экспериментально изучалось. Вот этот Зейман-эффект в пределе очень сильных магнитных полей всегда начинал выглядеть как нормальный. Все вот эти тонкости аномального Зеймана-эффекта пропадали постепенно. Это называлось эффект Пашина-Бака в честь тоже двух известных спектроскопистов, которые его наблюдали экспериментально. И в предельном случае очень сильных магнитных полей, когда, наоборот, влияние магнитного поля много сильнее, чем влияние тонкой структуры. Формула становится гораздо проще. Ее тот же Паули написал, в частности. Это будет вот то самое мю-боро на Б, или как тогда было больше принято писать H-омега-лормора, это одно и то же, умножить на проекцию L на магнитное поле плюс удвоенная проекция S на магнитное поле. Ну, а дальше есть свои правила отбора, которые не позволяют этим ML меняться больше, чем на единицу. ОМС должно вообще не меняться при электрических дипольных переходах. В результате получается то, что спектральные линии сдвигаются либо на ноль, либо на плюс-минус H-омега-лормуровская. То есть получается, что все выглядит как нормальный Зейман-эффект. А в промежуточном случае это предел очень больших полей, предел малых полей, а я его стер, но предел малых полей был мю-боро на Б, на Ж и на МЖ. Это слабые поля, это сильные. Паулер рассмотрел даже промежуточный случай, как вот такое распределение линий переходит в такое распределение линий. при изменении магнитного поля обнаружил там ряд любопытных особенностей. Ну, пожалуй, что эти особенности мы сейчас обсуждать не будем. Ну, ладно. Тут какое-то, в общем, естественное место остановиться, будем считать. То есть в следующий раз мы рассмотрим принцип Паули и открытие спина электрона. А сегодня вот мы рассматривали все еще сплошную спектроскопию, преимущественно эффект Зеймана. Ну, все. На сегодня. Продолжение следует...